В рамках нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории области 30 марта в постановлении правительства Саратовской области номер 221 принято решение об усилении ограничительных мер на территории Саратовской области. Это как дополнение к 208 МП, которое было известно 26 марта. И выводятся дополнительные ограничительные мероприятия, о которых я хочу отдельно остановиться. В счетом того, что здесь присутствуют средства массовой информации, запрещается пункт 1.3 посещение гражданами мест массового отдыха, парки, скверы, природные парки, в том числе территории городского парка культуры и отдыха имени Борького, награждения космонавтов парка Победы городского стадиона Липки в городе Саратове. По пункту 1.4.1 гражданам необходимо соблюдать дистанцию до других граждан не менее полутора метров. Мы это сделали по аналогии с рекомендациями федерального штаба и города Москвы, в том числе в общественных местах и в общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа в легковом такси. Еще на чем бы акцентировать хотелось внимание, это пункт 1.4.3. Гражданам не покидать места проживания, пребывания, за исключением случаев обращения за экстренной и неотложной медицинской помощью, в случаях иной прямой угрозы жизни и здоровья, в случаях следования к месту или от места осуществления деятельности, в том числе работы, которые не приостановлены в соответствии с настоящим постановлением. Отдельно хочу сказать, что эти ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на случай оказания медицинской помощи, деятельности правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны чрезвычайным ситуациям и подведомственным им организациям, органам по надзору в сфере защиты прав потребителей, благополучия человека и на их органах в части действий, непосредственно направленной защитой жизни нашего населения. И отдельно запретить проведение территории Саратовской области в спортивных, заиречных, публичных и иных массовых мероприятиях. Если вы помните, в 208-м это было связано только с закрытыми помещениями. Это фитнес-клубы, спортивные залы и прочие места. Хочу отдельно отметить, что в цели доведения данного постановления и требований до населения с завтрашнего дня, то есть 31 марта, по улицам города будут проходить автомобили с говорителями с аудио-сообщениями к жителям региона о необходимости соблюдения ограничительных мер в самоизоляции. Это никого не должно пугать. Это те меры, которые мы обязаны сегодня принять в рамках текущей ситуации. И еще раз хочу обратиться к нашим землякам, землякам, уважаемым жителям Саратовской области. Отнеситесь с пониманием к данным решениям. Это решение вынуждены. Поберегите себя и своих близких. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!